Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши программа по существу. В преддверии Нового года в гости мы пригласили специалиста по фэншуй Татьяну Вэй. И поинтересуемся у Татьяны, здравствуйте, Татьяна. Какие перемены нас ждут в год лошади? Во-первых, начнем с того, что год лошади уже начался 7 декабря. И в декабре уже некоторые люди, но в большей массе, почувствовали, что что-то меняется. Надо подготовить дом в этот месяц, надо почистить, избавиться от ненужных вещей, избавиться от ненужных энергий, ненужных людей. В общем, от всего того, что нам мешает двигаться вперед, встречать Новый год. Этот год обещает быть более динамичным, оптимистичным. У людей появятся надежды, появятся какие-то интересные тенденции в экономике, в банковском деле. Значит, люди будут больше оставить свои права. Появятся, конечно, какие-то ситуации, связанные с властью, с политикой. Но, тем не менее, они все пойдут на пользу, потому что все начнет сдвигаться с мертвой точки. Солнце, символ лошади – это солнце. Во-первых, лошадь очень благородное животное. Оно выносливое, оно честное. Люди, рожденные под знаком лошади, на них можно положиться. Они трудолюбивые, они целеустремленные. Им достается все с трудом, нелегко. Но, тем не менее, они всегда добивают свои цели. Те, кто рождены в год лошади, они не будут себя очень чувствовать хорошо. Это не значит, что год лошади, значит, ты себя будешь прекрасно чувствовать. Нет. Это еще зависит от многих моментов. Это зависит от стихии дня рождения. И плюс еще, я могу сказать, им даже будет очень непросто. В этом году будет очень непросто еще знаку зодиака – крыса. Вот как раз, переходя к теме знаков зодиака, скажите, пожалуйста, каким астрологическим знаком наиболее будет сопутствовать удача в год лошади? Наибольшая удача будет сопутствовать знаком, во-первых, огня. Во-вторых, значит, я уже сказала, будет хорошо очень себя чувствовать знаки металла. Это петух. Очень хорошо себя в обезьяна. Будет неплохо, но петухам будет лучше вести. Потом будет хорошо очень чувствовать знаки дерева. Это тигры. Будут успешные. Значит, земляные знаки будут себя не очень уютно чувствовать в этом году. Хотя, казалось бы, огонь подпитывает землю. Но тенденция такая. Дело в том, что для стихии огня деньгами является стихия металла. И поэтому все, что связано с металлом, будет очень хорошо. Я имею в виду в финансовом плане. Потом, я уже сказала, стихии огня. Змеи неплохо, значит, лошади – это тоже огонь. Теперь самым, как бы, неудачным, как бы, в этом году будет себя чувствовать знак крыса. Те рождены под крысой. Им придется работать. Им не надо рисковать. Не надо вступать в сомнительные какие-то проекты. Значит, не делать резких движений в плане переездов, обмена квартир, места жительства, куда-то уезжать. Им надо просто это год переждать. Хотя в этом году для них тоже есть удачные месяцы. Вот декабрь, кстати, неплохой для них еще. То есть месяцы, которые – это металла и воды. Это осень у нас глубокая и зима. Так что, да. Если крысы заранее примут какие-то меры для того, чтобы улучшить ситуацию, подготовить дом, призовут божества полезные для них, то ситуация может измениться и даже им пойти на пользу. Еще, наверное, всех интересует такой вопрос, как любовь. Давайте раскроем эту тему. Кто-то, может быть, встретит новую любовь. У кого-то, кому-то, может быть, наоборот, нужно переосмыслить свои отношения, остаться с прежней любовью. Что вы скажете по этому поводу? Ну, что в фэн-шоу ассоциируется любовь – это цветок персика. Есть еще красный луань – волшебник любви. Но он как бы обманывает. Много звезд, которые связаны с отношениями в личной жизни, с романтикой. Ну, кому повезет, в этом году, вот я сказала уже, металл, да, у нас петухи будут себя чувствовать неплохо. У них смена партнера, возможно, в году. Если узнать день рождения, то можно сказать даже, в каком месяце они встретят партнера. У них будут перемены в окружении и так далее. Значит, это обезьяны и петух, я сказала, да. Стихии огня тоже у них будет очень, именно иньского огня, потому что год подпитывает. Потом люди – стихии дерева. Я уже говорила об этом. Кролики – тигры. Кроликам не очень, тиграм будет лучше. Потому что янская стихия, янское дерево. Вот, что еще можно сказать? В принципе, в фэн-шоу очень много способов активизировать цветок романтики. Очень много. Ритуалов. Можно подготовить в жилище. Если одинокая девушка, то, конечно, работать над спальней надо. Есть ли конфликтные ситуации какие-то в семье с партнерами и так далее, то тут надо активизировать зоны брака, отношений и детей. Всегда. Чтобы сплотить семью. Есть очень хорошие техники, которые уже, знаете, работают много тысяч лет. Они проверены. Они действительно… Вот, люди мне отвечают, потом рассказывают, как это все работает. Они действительно укрепляют, сплачивают. Меньше конфликтов становится. Находят очень хорошую зону в доме, например, где всем хорошо. Ее благоустраивают. И сам все собираются. То есть вот. С этой стороны вот в этом году камины хорошо. Как бы заводить дом. Потому что это символ солнца. Это тепло объединяет всегда. Вот. Даже если он топится не дровами, а через электричество работает. Наверное, другая тема, которая интересует тоже немаловажную часть нашего общества – это тема денег. Как будет обстоять экономическая ситуация в целом в год лошади? Экономическая ситуация в год лошади будет лучше, чем в прошлом году. Потому что я, как уже сказала, что стихии металла – это деньги для года лошади. А к стихии металла относятся силовые структуры. Власть. Так вот между нами, скажем. Это банковское дело. Будут работать банки, значит, пойдут какие-то льготные кредиты. Вот сдвинется, может быть, жилищная программа. Потому что все молодые семьи, возможно, их же этот вопрос очень затрагивает. Улучшение жилищных условий. Значит, кроме силовых структур, это значит, начнет более-менее порядок. Меньше будет конфликт военных действий. В армии будут наводить какие-то… Это тоже силовые структуры. К стихии металла относятся ювелирная промышленность. Всем, кого эта тема интересует, золото подорожает в следующем году. Такая тенденция будет, да. Так что приобретайте пока оно еще по скромным ценам. Так, что еще можно сказать по металлу? Ну, я уже говорила, кто рожден в год металла или кто рожден в день металла, то у них изменения будут значительные. В течение всего года они будут происходить. А динамика в промышленности еще какая будет? Тенденция к росту. Будет улучшение ситуации. Все сдвинется. Новые технологии придут. Новые идеи. Новые какие-то ноу-хау. Потом все, что связано с металлом. Это автомобилестроение. Это, значит, компьютеры, потому что это и огонь, и металл. Потом технологии связаны. Так, горнодобывающие нет. То, что с рудами связано, но и натурально. То есть металлы, как серебро, золото, какие-то ценные металлы. Они тоже будут очень востребованы. Потом в отрасли экономики еще... Это деревообрабатывающая промышленность. Это, значит, все, что с деревом, это мебель, да? Все, что срубы там, строительство дерева, сады. Будут ландшафтный дизайн. Будут люди заказывать, делать, украшать город, так скажем. Это все пойдет. Потом, что еще? Янский огонь, я сказала. Год, значит, это будет шоу. Это будет гламур. Это будет реклама. В любом виде телевидения, радио. Это не имеет значения. Значит, будет очень много интересных спортивных соревнований, потому что спорт стихии огня относится. Спасибо, Татьяна, за очень интересную информацию. Еще хотелось бы от вас услышать пожелания в преддверии Нового года. Что бы вы пожелали нашим телезрителям? Я всегда желаю всем оптимизм. Я сама оптимистка по жизни. Мне хватает на пять минут, чтобы я там задумалась. Что-то такое. И я сразу всем говорю, что оптимизм – это такое качество, которое помогает выставить в любую ситуацию. Независимо, к какому знаку зодиака вы относитесь, чем вы занимаетесь. И, возможно, может, у вас полоса какая-то неудачная. Но улыбаться вы должны. Самой себе, смотря в зеркало. Людям. Потому что, если вы будете улыбаться, вы притянете то же самое. И, несмотря ни на какие катаклизмы, вы должны всегда говорить себе. Я солнце. Я солнце. Я всех обогреваю. Я всех люблю. Я всем помогаю. Вот я солнышко. Вот, смотрите, я солнышко. То есть оптимизма. Этот год под знаком оптимизма. А я напоминаю вам, у нас в гостях в преддверии Нового года была специалист по феншуй Татьяна Вэй. И помните, несмотря ни на какие прогнозы, ваше счастье в ваших руках. И просто будьте счастливы. С наступающим вас Новым годом. С вами была Татьяна Трофимова. Всего хорошего. С вами была Татьяна Трофимова.